Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Голова предмет тёмный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов, лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит, и тебя тоже вылечит. Добрый день ещё раз всем слушателям Радио Болтком. Начинается программа «Диагноз недели» в нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Здравствуйте. Добрый день. Приближается, я хочу сразу сказать, что программа сегодняшняя, она как бы завершает годовой цикл, поскольку, ну, вот уже на следующей неделе программы уходит как бы в отпуск рождественско-новогодний, а встретимся мы уже в следующем году. И вот эти рождественские новогодние праздники, наверное, есть определённый парадокс, что многие люди не очень любят праздники, может быть, из-за того, что они чувствуют себя одинокими, и их немножко угнетает то, что обычно люди веселятся, собираются с компаниями, и это вот как-то подчёркивает их одиночество. Наверное, вот в фильме, в самом просматриваемом новогоднем фильме всех времён как раз-таки в песне звучали стихи Беллы Ахмадулиной «Одиночество, как твой характер крут, позвякивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля верением безболезным». Ну, это вечная тема, это, конечно, одиночество. И слово это у нас обычно называют неприятные ассоциации, на первый взгляд. И да, наверное, быть одиноким с древних времён было плохо. Человек, наверное, ещё в те времена, когда речь шла о выживании, вне рода, вне племени, выжить просто не мог. Изгнание – это равносильно смертной казни, только более ещё мучительной. Ну, оно давало какие-то шансы, может, больше на жизнь, но тем не менее. Оно лишало чего-то очень важного. То есть в русском языке есть, выражают слова, изгой, изверг, который, в общем-то, изверг, в смысле, плохое, изверг рода человеческого. Ну, кто такой изверг? Тот, которого род или племя извергли из себя, отказались от него. То есть изгой или изверг не выживал. Он оказался один на один с миром, который был враждебен. Он мог стать с добычей хищников, он мог стать с добычей других людей, он мог умереть от голода. Никто никогда не помог ему, не поддержал бы. И, наверное, эволюционно одиночество было не очень хорошим явлением. Я сразу вспоминаю вот рассказ Джека Лондона. У него есть вот именно рассказ, когда предупреждают человека, ни в коем случае нельзя идти в мороз по какому-то пути в одиночку. И вот он всё-таки решается. И он погибает, замерзает именно из-за того, что я не помню всех деталей, но у него просто не было товарища, который мог бы ему помочь. То есть он понимает всю мудрость, что действительно одному не лежит. Да, это перекликается с цитаты из Библии. «Горе тому, кто один. Если он упадёт, то подняться ему уже никто не поможет». Я не помню, точно в какой части Библии. Это цитата оттуда. Ну, вернёмся к делам современным. Где-то в 2002 году, по-моему, американские психологи провели эксперимент. Они собрали группу людей и анкетировали их по следующим трём вопросам. Двём вопросы. Люди, почему, были старше 50, надо подчеркнуть. Их спрашивали по трём вопросам. Испытали они недостаток общения, нехватку внимания и изолированность от других. И по каждому вопросу от нуля до трёх баллов. Те, кто набрали больше всего баллов по этим пунктам, учёные за ними наблюдали, его называли одиноким, и через шесть лет вернулись к этой же группе, к этим же людям. Обнаружили, что среди них намного выше был показатель депрессии, да и смертность тоже была выше. Обнаружили, что люди, которые считают себя одинокими, дольше засыпают, чаще просыпаются среди ночи, больше чувствуются разбитыми с утра, чаще испытывают различные психосоматические симптомы. У них намного больше уровень кортизола, гормона стресса. То есть, казалось бы, со всех сторон плохо. Хотя есть люди, которые говорят, а я люблю одиночество. Вот мне кажется, в русском языке мы часто путаем одиночество и уединение. То есть уединение – это нормальная потребность каждого человека периодически побыть наедине с собой, чтобы никто его не досаждал. Наедине с моими мыслями просто отдохнуть, просто от всего отвлечься и так далее. Одиночество квалифицируется как плохое состояние. И сказать «я одинок» обычно звучит как жалоба. Вышли где-нибудь в романах или в фильмах герои, которые говорят «я очень одинок», обычно это звучит как жалоба, как констатация чего-то очень печального. Часть учёных говорит, что у этого ощущения острого одиночества есть и некая защитная черта. То есть, это организм посылает сигнал, что пора выходить из изоляции. Ты должен наводить какие-то мосты с социумом, ты должен искать связи с социумом и так далее. То есть, этот дискомфорт, который ощущает человек, это как бы сигналы, к которым нужно прислушиваться. Да. Как боль, например, нам сигнализирует о том, что мы прикоснулись к раскалённому предмету или к чему-нибудь. С другой стороны, что такое одиночество в современном мире? Мне кажется, ни для кого не секрет, что мы идём по пути такой индивидуализации, каждый по отдельности. Давно ушли в прошлое, по крайней мере, в Европе, в Америке тоже, большие семьи, где на одной территории жили бабушки, дедушки, родители, дети, внуки и так далее. Ну, сейчас вот попытка, как День Благодарения, за который обязательно всей семье нужно собраться вместе, хотя многие тоже рассматривают это как какой-то анахронизм, но особенно молодые. День Благодарения, Новый год, есть какие-то ритуальные праздники, собираются вместе. И, наверное, даже у многих, в том числе и в моей семье, есть некое... Вот мы встречаем вместе с родителями, бабушками, дедушками Новый год, 12 часов, а потом часто многие же уезжают в свои компании. Но встретив всем вместе – это какая-то обязательная часть. Но мы живем в обществе, где люди все меньше нуждаются друг в друге. Причем даже чисто по экономическим причинам. То есть когда-то раньше старики должны были быть обеспечены заботой своими потомками. Не было никакой пенсионной системы. То есть люди старались завести побольше детей, чтобы было кому их в старости содержать, чтобы не умереть с голода и так далее. Прошли те времена, когда женщина обязательно нуждалась в мужчине, чтобы их кормить и содержать. Все больше женщин, особенно в западном мире, которые вполне себе независимы, вполне себе хорошо зарабатывают, могут сами себя содержать. И что им не так нужен мужчина рядом. То есть появились такие вещи, как гостевые браки или вообще отсутствие постоянных отношений. Как давно уже много где писали и говорили, что люди уже в общем и в детях не очень нуждаются. Пенсия прокормят. И заводить детей – это хлопотно, тратно лишнего. В это время можно отдыхать, путешествовать, чем-то заниматься для себя интересным и так далее. То есть в общем-то одиночество становится всё больше выбором каждого отдельного человека. Есть такая загадочная история, как социальные сети. И у нас всегда есть вопрос. Люди, у которых очень много общения и переписки в социальных сетях, насколько они на самом деле одиноки или не одиноки? Здесь тысяча друзей или подписчиков в соцсетях, или три тысячи – значит ли, что ты не одинокий человек? Люди, которые тратят уйму времени на переписки в соцсетях, обсуждение тем, война в комментариях и так далее, насколько они не одиноки. Хотя мы знаем прекрасно, что как раз в ситуации пандемии, изоляции и карантина, многих людей это виртуальное общение спасало от одиночества. Люди созванивались с друзьями, родственниками где-то вдалеке. Люди выпивали онлайн. Люди общались, люди праздновали. Даже свадьбы играли в онлайн. Мне рассказывали, вот просто дядюшка из другого города, который не приезжал, он просто поднимал на одном. В зуме бокал, остальные гости чокались с экраном. Здесь у нас тоже есть такая интересная грань. Ну да, есть ситуации, когда куда лучше, чем смотреть в телевизор или в стенку, лучше увидеть близкого этих человек хотя бы на расстоянии. Многие мои пациенты, которые я спрашиваю о своих, есть ли у них друзья, говорят, так получилось, что все друзья по заграницам разъехались. Кто-то живет в Англии, кто-то еще где-то, кто-то в России. Мы созваниваемся, общаемся, дружим, но все вот так вот на расстоянии видимся мы крайне редко. И да, наверное, в такие моменты, как пандемия, интернет помогает спастись от одиночества. Вопрос в том, что пандемии еще не было. А уже тогда у многих людей основная жизнь и общение происходило онлайн с малоизвестными им людьми, в бесконечных дискуссиях. И когда я вижу человека, который присутствует регулярно во всех спорах, комментариях, где он ругается с неизвестными ему людьми, и такое ощущение, что такая, знаете, когда читаешь, кровная вражда, как у негорцев, то есть люди уже как будто уже враждуют много лет, они с тем и в тем и перебираются, оскорбляют друг друга, воюют. И это ведь тоже интересно, это интересное такое ощущение странной близости через войну. Это тоже ощущение, что есть кто-то, кто к тебе неравнодушен, с кем у тебя бурные, насыщенные отношения. Что еще, мне кажется, важным об одиночестве? Звонок у нас? Да, у нас звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, Лариса. А вот интересно, что многие люди хотели переехать из коммунала в отдельную квартиру, но потом у них начиналась ностальгия, особенно у одиноких дедушек, бабушек. Ну и что, в коммунальной квартире, я помню, у нас тоже было праздники, все вместе, все. А сейчас в эти многоэтажные дома людей проселили, и действительно они стали полностью одинокие. И соседи даже не знают зачастую друг друга. Спасибо. Спасибо, Лариса. Лариса, я хочу, во-первых, лично вас поздравить с вступающим Новым годом, поскольку больше в эфире не буду. Вы наш постоянный слушатель, и всегда ваши вопросы и комментарии крайне уместны, что редкость в наше время. Поэтому спасибо вам, и я вас от души поздравляю. Да, это и есть та самая атомизация общества, которую сказал Олег. Да, люди расселяются, исчезают те самые села, исчезают маленькие общины, они распыляются по большим городам. Неизбежный процесс, и одинокие старики, печальная история. Поэтому, например, у нас пока мы материально не дозрели. Вот я был в городе Бостоне, и там моя подруга детства, у неё, то, чем она занималась, такие, как у нас, детские садики для пожилых людей. То есть их утром собирали, на машинах привозили в это учреждение, там у них было общение, у них... Причём были люди разные, люди, боже, уже, в общем-то, и с деменцией, или люди вполне себе соображающие, но одинокие. И с ними проводили лекции, их развлекали, какие-то концерты, была какая-то самодеятельность, настольные игры. И проводили там день с утра и часов до пяти, допустим, шести, а потом развозили обратно по домам. То есть найден такой способ, чтобы старые люди не были одинокими. И мне кажется, это очень хорошая идея, потому что очень грустно, когда старый человек, которому никто даже не позвонит, не зайдёт в гости, когда его друзья тоже уже состарились или умерли. И именно для таких людей, мне кажется, такие вещи очень важны. Это о способах борьбы с одиночеством. Ну, конечно, есть ещё один важный аспект. Мы опять всё время говорим об одиночестве, как о чём-то сугубо негативном. Вот я вернусь к этому опросу, о котором я уже прочёл. Там были три вопроса. Испыты люди недостаток общения, нехватку внимания и изолированность от других. То есть слова «недостаток» и «нехватка» показывают, что человеку субъективно плохо, ему ничего-то не хватает, не достаёт. Что мы делаем с людьми, у которых нет недостатка, хотя они особо ни с кем не общаются, у которых нет нехватки внимания, хотя в круг их общения крайне узок, или их родственники уже умерли, разъехались по разным странам, или находятся не в лучших отношениях с ними и так далее. И тут мы понимаем, что есть немалое количество людей, которые на самом деле не так уж нуждаются в других людях. Это для нас звучит странно. Почему не так уж нуждаются по самым разным причинам? Вот, например, давайте вспомним небезозвестного математика Григория Перельмана. У человека есть мама, у человека есть математика, и больше ему ничего не нужно. Ему не нужен миллион долларов, которые он выиграл, ему не нужно светское общение, человек, который постоянно в это погружён. Есть люди, для которых их любимое дело является всем, чем им необходимо. Мы можем с ними спорить, правильно это, неправильно, но если люди не жалуются на недостаток или нехватку внимания, странно мерить их собственным аршином, что называется. То есть, если говорить о себе, у меня есть немного, но ближайшие друзья, у меня есть близкие люди, и, наверное, если всё это из моей жизни убрать, я бы, наверное, ощущал себя одиноко. При этом людей, в общении с которыми я нуждаюсь, достаточно немного. Наверное, это с годами так уж складывается. Но, наверное, в молодости, когда ты расширяешь свои границы и познаёшь этот мир для тебя, много общения – это часть процесса познать, в нём нуждаешься. Застенчивый, одинокий подросток обычно считает, что им что-то не так, и он часто мучается этим. Наверное, с годами люди куда больше поняли, что же им на самом деле нужно. У меня есть хорошее приятельство, мой друг, моя коллега. Человек очень интеллектуальный, человек с минимальным количеством людей, в которых он нуждается, и то достаточно ограниченно. Человек совершенно не страдающий от этого. Человеку, как раз, очень хочется быть изолированным. Вспомним, опять же, даже в те самые древние времена, когда одиночество было опасно и некомфортно для большинства. Помню, что люди, имеющие отношение к религии, к духовности, часто уходили в то самое отшельничество. То есть люди, которые осознанно делали своим выбором поселиться где-то на отшибе, жить в какой-то своей, наверняка, очень насыщенной духовной жизнью и избегать всяческого общения, потому что это для них было отвлечением от какой-то очень важной вещи. То, что называли мирская суета или ещё что-то, трудно этих людей обвинить в чём-то. Конечно, на самом деле, себя обманывают, для них отшельничать было мокой. Наверное, это было их осознанным выбором. И кто мы такие, чтобы решать за людей, кто и в каком количестве общения нуждается? Кто вообще в нём нуждается или не нуждается? Зачастую то, что мы называем общительностью, проистекает того самого тревожного чувства одиночества. То есть люди, которым нужно хоть какое-то общение, неважно какое. Наверное, вы все, и я часто встречали людей, которые обычно пожилые люди, которые охотно начинают заговаривать в магазинах с продавцами, с кассирами, в аптеках. Они стоят, что-то обсуждают, какие-то... С одной стороны, когда стоишь за этим человеком в очереди, это раздражает. И начинаешь думать, тебе что, общаться не с кем? И понимаешь, что не с кем. Ещё один человек, который использует любую возможность хоть с кем-то поговорить, это, очевидно, достаточно одинокий, несчастный человек. Если бы хоть кто-то слушал, хоть кто-то отвечал, и хоть о чём-то с ним говорили. Помните, помните, Бунинская? Затоплю я камин, буду пить, хорошо бы собаку купить. Это, по-моему, стихотворение, посвящённо расставанию с любимой женщиной. И хоть кого-то живого надо рядом, хорошо бы собаку купить. Это тоже живой объект. Это о любви, о привязанности, о каких-то отношениях. Вот мне кажется, вопрос, на который мы себе постоянно отвечаем, одиноким мы или нет. Из тех, кто нас окружает, в ком на самом деле мы нуждаемся. С кем нам по-настоящему важно общаться, а кто нужен, чтобы заполнять пустоту, чтобы просто не сидеть в извиняющей тишине. А эти процессы распада рода, семьи, да и неизбежны. Недавно, кстати, я прочёл статью, что о том, что в западном обществе нарастает некое явление, когда взрослые дети осознанно делают выбор перестать общаться со своими родителями вообще. То есть они уходят из дома и прекращают всяческое общение? Кто-то перестаёт общаться, потому что у них есть воспоминания о том, что в детстве их избивали и так далее, и относились к ним жестоко. Очень много людей, их становится всё больше, когда с родителями перестают общаться по идеологическим причинам. Вот, например, там приводится пример у какого-то молодого человека разногласия с родителем, потому что они с женой были сторонниками движения Black Lives Matter, Me Too и так далее. А родители, как там туманно высказался этот человек, что мама допустила российские высказывания, а папа пытался её оправдать. Как мы знаем, в наше прогрессивное время очень безобидные фразы могут сочетаться как российские высказывания. Поэтому этот молодой человек сказал, что с родителями общаться прекращает, общаться с внуками он ему не позволит, до тех пор, пока они не признают, что они расисты и не принесут извинений. И это частный случай, и таких становится всё больше. Есть даже куда же без этого группы поддержки в интернете, где такие люди объединяются. Вот раз нуждаются в объединении и поддержке, значит, что-то не так с тем расставанием. Значит, у них достаточно болезненно. Сразу вспомнились многочисленные рассказы времён Гражданской войны, в Шолху, в частности, где оказываются братья-отцы по разные стороны фронта или убивают друг друга. У Бабеля, по-моему, был рассказ связанный с этим. То есть, те ситуации, идеологические разногласия разводят, разрушают семьи. Мы это, кстати, не так давно пережили. Я с ним впервые столкнулся, когда начались выяснения, чей Крым. Да, это тоже было. И я наблюдал, как переставали общаться люди, которые много лет дружили, переставали общаться братья и сёстры, дети и родители. То есть, вдруг многолетние узы разрушались из-за этих идеологических разногласий. Это тоже делает такой феномен нашего времени, когда как будто мы уже не так нуждаемся даже материально и экономически, родители не нуждаются в поддержке детей, дети не нуждаются в поддержке родителей. И когда исчезает тот самый примитивный материальный фактор, вдруг выясняется, что эти узы не так уж и прочны, что ими можно пренебречь ради некой загадочной идеи. Кто-то, может, в Крыму и не был-то никогда и живого чернокожего не видел, но, тем не менее, это является препятствием для общения и разрушает общение людей на долгие годы или навсегда. И это тоже история о том, вот, это выражение атомизации общества, когда человек вдруг оказывается такой пылинкой в пустоте. Обычно это страшно. Это, кстати, в одной из передач упоминалось. Мне попадались пациенты, когда одна из их проблем была в том, что, когда они представляли себя размеры Вселенной, представляли себе свою малость, их охватывал панический страх, то есть ощущение своей малости и одиночества. И обычно это были люди, о которых как мы с ними разговаривали в своих семьях, они тоже себя чувствовали достаточно одинокими. Им тоже было не близко и не по себе. Да, нам просто показывают, что в трансляции на Фейсбуке появился вопрос. Дело в том, что вот если можно продублируйте его на WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1, либо позвоните на номер 6-7-212-93-9-6-7-213-93-9. У меня нет сейчас возможности посмотреть на нашу трансляцию. Что за вопрос у нас обнаружил? Ну вот я пока не могу понять, какой, но нам показывают, что вопрос есть. сейчас мы его пока попросим может быть записать и передать нам как в виде записки. Да, пока действительно вот мы говорим о том, что это странное ощущение такое, что мы постепенно действительно перестаем нуждаться друг в друге и может быть это сложно сказать, хорошо это или плохо, может быть так вот действительно движется мир в эту сторону и мы пытаемся идти против течения, пытаясь оставить эти какие-то связи. Вот мне прислали этот вопрос. Да. А вот как мне быть 9 лет без девушки и не пью и не курю и без детей уже 30 лет в тюрьме не сидевший домосед, однако я очень одинокий человек. Интернет помогает мне не сойти с ума, как спасись от одиночества. в реалии я не знаю как знакомиться и где, мне что подходить к знакомцам на улице приставать к ним, что и как делать. Ну вот кстати мы действительно сталкиваемся с тем, что в молодости у нас есть какие-то возможности вот этой социализации через школу, институт, появляются институтские друзья, есть какие-то спортивные секции, есть какие-то кружки, не знаю, там раньше условно говоря какие-то как в доме пионеров встречались, но ребят начинали дружить, общаться в разных, человек был в разных коллективах, где-то он уж точно себе находил единомышленников, заводил друзей и взрослым сложнее действительно. Ну смотрите, возвращаясь к этому вопросу, я понимаю то, что мучает нашего слушателя, я бы перзадался вопросом, что меня к этому привело, отчего я настолько одинок, отчего я без девушки, без близости с кем-то, то есть человек явно не живет где-нибудь в лесу, человек не отжельник, человек живет в этом мире, что во мне является барьером на пути к сближению с другими людьми. возможно, может выбрать слово интроверт, который нам мало что объяснит, но даже по-моему в советские времена были те самые вечера встречи для тех, кому за 30, кому за 40, и так далее, и так далее. Даже сейчас есть многочисленные сайты знакомств, есть многочисленные места, какие-то клубы по интересам, есть клубы изучения иностранных языков, есть спортивные секции, много всего. И вот этот вопрос мне что, к незнакомцам стоить на улице, немножко утрированно. Уважаемый слушатель, мне кажется, даже такой небольшой город, как Рига, полон разнообразных возможностей встретиться с людьми по интересам, по увлечениям, по в конце концов, это сайты знакомств просто по интересам друг другу. Как я знаю из рассказов моих пациентов, некоторые люди знакомятся, чтобы просто поговорить в конце концов, выпить кофе и поговорить. И люди находят себе собеседников. Я встречал с этим моих пациентов одиноких людей, которые вроде бы жаловались на одиночество, но у них всегда были объяснения для всего. То же самое, не подходи же мне к людям на улице, знакомиться с девушками на сайте знакомств. Нет, я не таков, там ничего хорошего быть не может. Это в клубах сплошные левушки легкого поведения, к ним я тоже не пойду. А если судьба пошлет мне кого-то, ну, значит, тогда я и по пути в магазин познакомлюсь. Мне все-таки кажется, когда есть очень интровертные застенчивые люди, которым трудно перешагнуть барьеры. Есть люди, которые находят все объяснения и оправдания, почему я не могу этого сделать. Задите сам себе вопрос, почему все эти годы я успешно избегаю близости, мне этого так плохо, но мне кажется, для начала стоило поискать себе не только психолога или психотерапевта, есть такая вещь, как групповая психотерапия, и она у нас в риге точно присутствует. То есть групповая психотерапия это не только работа с тем, что надушило самого человека, а это заодно и такой способ адаптации в социуме. То есть группы это такой микросоциум, микроколлектив, и люди в группе под руководством терапевта тоже выстраивают свои отношения. Кто-то говорит о своем одиночестве, сейчас какие-то конфликты, все как у людей, все как в мире. Поэтому мне кажется, возможно, вам бы стоило поискать себе возможной личного психотерапевта, а возможно и индивидуальную или групповую терапию. У нас между тем есть еще один звонок. Да, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Я все понимаю, о чем говорят, но у меня такой вопрос будет. Мы одинокие пенсионеры, у которых дети и внуки уже выросли, и мы не предел, мы оторваны от социума. Где нам знакомиться? Может, где-то какой-то сайт будет для таких, которые могут пойти попить кофе, о чем-то поговорить. Нету сайтов. Куда? Я же не буду в интернете искать. Спасибо. Мне кажется, тоже, я не буду в интернете искать. Вы в интернете, уважаем, будете искать те самые сайты. Насколько я знаю, я на сайтах знакомств не бываю, насколько я знаю, там есть, там нет ограничений по возрасту, там есть люди самого разного возраста, и, насколько мне известно, многие там действительно ищут знакомства для того, чтобы не быть одинокими. Вот это не буду уже в интернете искать, но так звучит, что как будто на панель надо пойти, простите меня. Интернет это такой же пространство, как все остальные, только информацию там найти куда легче, чем в других местах. И я думаю, что наверняка есть, можно поискать сайты для знакомства, есть сайты для какие-то группы, где люди встречаются по интересам. Ну, что далеко ходить? Я знаю людей вполне себе пенсионного вводства и ходят на группы танго, допустим. Танцуют там, знакомятся, там не ходят одни сплошные страстные аргентинцы и аргентинки. Там ходят обычные люди, живущие рядом с нами. То есть, мне кажется, это ставить себе заранее в своем сознании эту границу, я одинокий пенсионер, и все, что меня ждет, это все тоже сплошное одиночество. Я думаю, что до какой-то степени именно в данном вопросе, уважаемый, это ваш выбор. Точно же, как ваш выбор не быть одинок. И да, понятно, что знакомить, когда тебе уже немало лет, намного сложнее, чем подростку или 25-летнему юношу. Но, тем не менее, я думаю, если вы уберете барьер, типа, ну не буду же я, а почему, собственно говоря, нет? А что вы теряете? Что вы теряете от попытки найти себе какой-то голос, единомышленника, или того же одинокого человека, или кого-то, с кем мы когда-то, возможно, читали одни и те же книги, вам есть о чем поговорить. Мне кажется, это пространство, интернет дает нам много возможностей, как и быть одинокими в сети, так и быть неодинокими. И в сети, в общем-то, неодиночество можно перенести и в реальную жизнь. Я могу просто привести пример тоже пожилой родственницы, которой специально, я понимаю, дали планшет для связи с, ну такими же, в общем-то, друзьями ее возраста, и она общается через этот планшет, то есть, есть определенный ритуал, несколько часов в день происходит это общение, как если бы, ну просто, уже человек не выходит из дома, ему, к сожалению, вот в силу возраста уже тяжело спускаться, там подниматься по лестнице, но тем не менее, это дает возможность какого-то, ну имитации живого общения через скайп, через зум, такого рода. Я понимаю, что сочетание, возможно, и возраста, и болезней, и какой-то социальной ситуации, кто-то разъехался и так далее, это неприятно, это нелегко. Но, считай, что это вообще безвыходное положение, пока вы не прикованы к постели, и вас не терзает деменция, упаси Бог, я думаю, всегда есть какие-то шансы и грех их упускать. Мне кажется, вообще мы, как бы, так вот жалуемся, ведь в 19 веке куда было сложнее познакомиться с девушкой, потому что порядочные девушки вообще не выходили из дома и не заводили знакомств на улице. Да, пожалуйста. спасибо, я поняла, но я в интернете тоже читаю, смотрю, как познакомиться, а вот вы только что сказали, что можно в онлайн пообщаться с какой-то группой людей, что-то обсудить, а как это, где это, подскажите, как это искать? Телефон какой-то или в интернете адрес какой-то? Я думаю, что в интернете найдете в поиске, в обьете общение для людей в риге, я не знаю, поищите, и я, кстати, еще раз хочу повторить, есть такая вещь, как групповая психотерапия, есть у нас гештальт институт, есть еще, где ведут именно групповую терапию, не поленитесь, поищите, судя по, я вас слышу, вы человек с ясным умом и совсем, ну, не совсем преклонного возраста, то есть оказаться... Ну, всем, действительно, да, ну, просто вот два года этой пандемии выбило просто из строя. Два года пандемии выбило из строя людей намного моложе, чем вы, к сожалению, но это... Спасибо вам, да. Но это не лишает вас возможностей. Не знаю, начните с поиска, какую-то групповую терапию, люди собираются, говорят о своих проблемах в группе, возможно, вам это поможет. Спасибо большое. Всего доброго. Вот, надо потихоньку заканчивать, я так понимаю. Дорогие слушатели, мы как-то этот год с некоторыми перерывами провели вместе, и это интересная история, потому что даже, когда я еду, я в городе периодически встречаю людей, которые говорят, это я слушаю ваши передачи, мне интересно. Это ведь тоже, как ни странно, такая форма близости, когда тебе на улице совершенно неизвестно, человек говорит, что он тебя слушает, между вами есть какие-то ниточки. И это только пример. Я думаю, между нами в этом мире натянуто огромное количество ниточек. Вот был прекрасный рождественский фильм, назывался по-английски Love Actually. Я не помню, как он назывался. Реальная любовь его так помню. Реальная любовь, что-то в этом духе он переводился. С прекрасными актерами, которые и о любви, и об одиночестве, и об одиноких лиц, что-то находят. Это, конечно, рождественская история. Я, наверное, всем людям, в том числе и одиноким, советовал бы ее пересмотреть, потому что согревает душу, потому что рождественские истории оказываются правдой. Я желаю всем, кто ощущает себя одиноким и страдает от этого, по крайней мере, вот, как мы говорим нашей слушательнице, начать искать хотя бы пути выхода, потому что наведение каких-то мостов, протягиваем эти нити, вдруг даже неочевидные, они всегда что-то дают. Поэтому я желаю вам всем хорошего, неодинокого и доброго к нам ко всем года. Спасибо большое. Вам тоже прекрасного Рождества и Нового года. Риль Лизник Мартов, врач-психиатр, психотерапевт, программа «Диагноз недели». До встречи в следующем году. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова